и снова приветствую всех на своем канале турецкие баки здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры всех всех рада видеть следующее анонимное письмо от 26 июля так вы мне прислали два одинаковых письма не знаю почему может быть отреагировали на мой авто ответчик так они с этими сходками фотки такие огромные загрузились вообще не помню письмо честно скажу так сразу скажу что он симпатичный типичный такой турок с гелевой прической и с большими бездомными миндалевидными глазами а вы голубоглазая блондинка так письмо вообще письмо много букв друзья мои поэтому запасаемся терпением и давайте все вместе разберем токсичность с канала убирается постараемся помочь так олечка добрый вечер вы вечером прислали два письма очень хотелось бы получить от вас комментарий или совет я прошу прощения мое письмо будет долгим вероятно какая-то информация явно будет лишнее ну как я пока зачитывая обычно лишнюю информацию уже убираю а потом еще повторно я могу ее срезать в при монтаже так что вот так я сохраняю анонимность ну и плюс еще я многие вещи вообще видоизменяя так вас зовут я не озвучиваю вам ну 35 так скажем вы из питера вы выглядите явно моложе своих лет я думаю ну или фотка очень удачная так вы были в браке четыре года развелись ну давно почти десять лет назад детей не было очень жаль отношений нет хорошая работа со стаебильным заработком благодаря которой есть возможность путешествовать довольно часто судя вы пишете по странице в инстаграм я содержанка но нет все сама этот самый мужчина это все дело не отпугивает ваша страница в инстаграм потому что как вы говорите не все верят как его зовут вашего мужчины я не скажу ну мехмет он на пару лет вас младше в браке не было детей нет он тоже почему-то младше выглядит сильно младше для турка то есть я ему не дам его вот этот возраст браке не было детей нет и вы пишете что он инженеров но не скажу какой именно инженер он или такой весь миниатюрный небольшой и вы видимо миниатюрная или действительно моложе выглядит интересно в общем так вот 35 лет в браке не был очень сложно это все для турок почему я чуть не помню тут писали 35 лет романтические отношения детей горит не говорите нету запросить страничку из довлета однозначно объездил тоже пол мира инженеры могут да они зарабатывают иногда от компании там достаточно хорошие такие тревелы у них так он живет ну скажем так в хорошем городе турции но не там не туристическом я не скажу что он прямо такой весь консервативный нормальный город городок такой мне очень нравится и там этот больше развит внутренний туризм и сам он из хорошей семьи так а о его семье знаю мало мать отец брат и все и сама история так в июле 24 вы говорите вы мне 26 июля историю прислали то есть начале где-то июля вы отдыхали с сестрой в анталии намереннее желание знакомиться с кем-то не было так как на второй день отпуска вы сильно заболели вот тут к этим в директ инстаграма пришло сообщение с банальным хай я ничего не ответила на следующий день отреагировал другим сообщением на мое фото мол очень мило на каком языке на английском я также проигнорировал прошло еще время он не умнимался написал что отдыхаем в одном отеле что видел меня в море с подушкой надувной я боюсь глубины и плаваю с ней для подстраховки море одно на всех ожидаемо что через время мы так сказать столкнулись море когда плавали поговорили ломанный английский его чуть лучше у него на хороший английский если он по всему миру едет как инженер поверьте мне оказалось он тут не в отпуске а по работе со своим коллегой так узнав о наших планах он предложил провести вечер вместе как вы это болели же вроде видимо не сильно долго болели в банном отказываться не стали потому что люди внушали доверие не вызывали негатива ну знаете если так вот в принципе познакомились туда-сюда почему бы и нет все равно на отпуске в принципе никто же не загоняет вас сразу в отель какое-то неприличное делать вокруг люди как говорится почему-то не отдохнуть не пообщаться все было не навязчиво прилично вы пишете встретились на ужине и в отеле после все вместе поехали смотреть футбол предложил продолжить вечер уже в другом заведении не хочу отметить важно или нет везде нам отказывали разделить счет знаете для большинства я скажу турецких мужчин это нормальное явление вот только если заранее куда-то идет и говорят что типа ну на немецкий стиль я не помню как называть все время вот блин забываю потому что не не часто с этим сталкиваюсь договорились что типа пополам вот тогда да обычно все-таки мужики платят все было весело прилично и очень весело я давно так не смеялась несмотря на то что с английским хорошо владеет ваша сестра все диалоги были в перемешку с русским турецким английским поскольку мы жили все в одном отеле развернувшись решили еще в кавычках поболтать сразу скажу никакого интима не было целовались вопрос да ну знаете вы же не маленькая девочка вам сколько лет какая разница кому и пусть идут лесом какой те кому вот моралисты на отдыхе ладно главное предохраняться как говорится часам в четырем утра разошлись нашим новым прилетелям нужно было улетать рано утром напоследок попросил мой номер телефона и сказал что приедет к вам в питер так и разошлись через пару дней в переписке спросил не могу ли я приехать в турцию например в стамбул и когда прислал свой график свободных дат получается ли у меня и зачем и почему но я согласилась вы свободная женщина почему бы нет только написал что боюсь летать одна чужая страна незнакомый человек в принципе знаете как бы наши новости не пугали там что прямо всех задергивают и так далее можно всегда отказать на навязчивому если навязчивый не понимает пригрозить полиции очень многие такие вот приставочки турецкие мужчины боятся полиции поэтому могут свалить ну или подымать шум то есть обращать на себя внимание что к вам пристают обычно вмешиваются другие турки и вы можете спокойненько уйти да вы голубоглазая блондинка симпатичная могут пытаться знаете вот даже помню еще в измите идем мы с подружкой и пытаются сказать что-то на русском но видно славянскую рожу лица как говорится но всегда это можно отшить главное не улыбаться главное не заискивать холодный взгляд четкое нет на английском даже тоже пойдет и все никаких проблем обычно нету турция все-таки в этом плане проще мне кажется чем другие страны так предложил говорите забронировать разные отели чтобы я не опасалась ни за что в итоге у меня оплачен тур на 15 августа который еще не наступила на четыре дня оплатить не предлагал да я и низ я бы не согласилась то есть вы сами оплатили которые вот будет тур очень хочу увидеть его снова очень приятный человек который мне понравился но вопрос для чего ему это он достаточно состоятельный человек и не крокодил какой-то да он симпатяга в общем то я то зачем ну вы вообще-то красивая женщина так вы пишите не скамер не собиратель гаремов вроде он тот самый который пока до брака развлекается потом женится на молодой турчанке не факт вообще не факт не воспринимайте пожалуйста мужчин турецких как каких-то я не знаю пакистанцев афганцев которые вот именно так этот может себе позволить женщина так далее он хочет провести время именно с вами а вот как именно то есть продолжением или нет это уже в общем-то другой вопрос я все-таки бы попросила запросить вас страничку и задавлять но чисто не для серьезности не то что вы там замуж собирайте скажите я себя уважаю я не хочу быть женатиком уверена что он вам предоставит так я пересмотрела ваши выпуски удивлялась как девушки могут так безрассудно поступать сама туда же а я не вижу вообще ничего безрассудного вот давайте так в общем-то вашу историю перевернем а если вы были в сочи и этот парень был скажем ну не русский так не турок с кавказа батаре и тоже разные на курортах забывают и девушки и на наших курортах по-разному себя ведут потому что солнце море сразу либидо подымается поэтому я не понимаю так ладно и сама туда же так вот в моей голове миллион вопросов и ноль ответов пишет каждый день но ничего не спрашивает обо мне ни о родных ни о работе даже не спросил когда мой день рождения послушайте мой муж не каждый раз вспоминает когда мой день рождения так что это все ерунда это может быть не столь важно но все же никаких навязчивых ли пошлых сообщений фото с работы из машины все прилично . не знаю что делать не знаю совершаю ли я необдуманный поступок прилетев в стамбул а если влюблюсь сильно а он не серьезно просто развлекается ну вот от этой фразы как я вам скажу никто не застрахован так что гарантии никакой не даю прошу прощения за сумбу как смогла собрала все воспоминания мысли в один текст ну и пожелание каналу мне так далее спасибо вам за вашу работу так ну давайте разрешим это ситуация смотрите перво на первом вы для себя решаете что вы хотите от этой жизни вы хотите спутника иностранца серьезно так вот вы там у себя то в питере хорошо обустроились но вот этот вот человек тоже неплохо зарабатывает хотели бы вы например бросить свое все и уехать жить в турцию быть практически сначала домохозяйкой потом может быть еще раз себя где-то найти да я понимаю что после 30 очень сложно себя найти но это зависит от того насколько вы будете любить друг друга то есть я например ему можно сказать растратила свою карьеру врача для того чтобы быть счастливой женой и матерью я не жалею об этом решении ну и свои знания я применяю на канале да потому что у меня достаточно хорошее образование и многим нравится как именно я его использую но и в общем то как готовы ли вы например отказаться ради любимого человека это первое то есть вы решаете сможете ли вы или нет если вы не сможете то зачем в общем-то стараться встречаться если вы не сможете вы хотите просто развлечения просто еще раз увидеть можно съездить увидеть а потом красиво попрощаться и знать что вот в жизни у вас была такая история приятная красивая и так далее дальше от него запрашиваем и давлет страничку если он покажет то супер все если будет отмазываться и так далее но это уже другой вопрос это повод задуматься не женат ли он если начинает отмазываться возможно где-то женат тогда сразу все понятно что просто развлекается но это вот такие моменты что что же у нас будет дальше а почему-то меня не знакомишь семьей там и так далее обо мне не спрашиваешь это нужно уже лично будет лучше выяснять вы же через несколько дней полететь я даже не знаю успели ли я вам этот ролик запилить я очень постараюсь до вылета короче вашего но иногда в жизни нужно совершать необдуманные поступки рисковать как говорится кто не рискует тот не пьет шампанского а вдруг он действительно с серьезными намерениями но и с другой стороны просто полететь посмотреть стамбул тоже неплох вы же по моему еще не были до в стамбуле стамбул опьяняет он потрясающий город так вот пока вы будете там хорошенечко все продумайте пока вы даже лететь будете к нему можете выписать на листочке все волнующие ваши вопросы я вам видео оставлю знаете какое какие вопросы стоит обсудить до свадьбы вот там обычно все нужные вопросы содержатся которые стоит задать турецком молодому человеку я его оставлю в описании видео и верхнем правом углу позадавайте эти вопросы и обязательно спросите что он думает о вашем будущем и так далее обычно между строк женщина за 35 может спокойненько прочитать потому что мы когда уже за 30 это не то же самое что мы в 16 я думаю что вы девушка не глупая разберетесь ну и да я вас очень прошу не извращать его слова в пользу там своего решения что он там сказал подождать значит вы все равно например поженитесь в смысле что вы хотели бы чтобы поженились у него уже давно возраст прошел когда в общем-то турки женятся может быть он сейчас решил может уже нагулялся потому что уже много то вообще-то годочков парню чтобы не нагуляться тем более объездил пол мира от себя я пожелаю чтобы у вас все сложилось почему бы и нет как говорится встретились два одиночества и больше не были они одиноки вы оба обеспеченные вы оба все еще молодые почему бы у вас все не сложилось поэтому я именно так пожелаю вам чтобы все было ну и каждый отдельный вопрос вы должны ему проговорить почему ты не знакомишь меня с семьей почему ты не спрашиваешь ничего обо мне тебе не интересно и так далее и тому подобное но знаете насчет кстати не спрашивает о себе у нас тоже с мужем были такие моменты когда мы только познакомились я думаю что никогда не заткнется я уже думала наверное очередной вот сайта знакомств он не затыкался реально он только о себе говорил он пытался вылить на меня всю свою подноготно а потом только начал расспрашивать меня может у вас этот еще этап не прошел когда он пытается сначала себе все поведать показать какой он замечательный а потом уже о вас узнавать может быть он же заранее решил что он совсем согласен ладно вот таким будет мой ответ пожалуйста дорогие мои комментаторы тоже высказываем мысли по этому поводу а на этом все всем любви добра и счастья отличного настроения всего самого-самого наилучшего пока пока